В Магадане снегопад, поэтому сегодня все городские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Ими ведется интенсивная очистка города от снега. Коммунальщики отмечают, что работа усложняется образованием наледи на дорогах по причине плюсовых температур, которые были накануне. Но все необходимые силы и средства для решения проблемы задействованы. В первую очередь у нас идет расчистка автобусных остановок, подъездных путей к медучреждениям. Также ведется подсыпка дорожного полотна и расчистка дорожных улиц. Мы работаем в две смены в усиленном режиме. Сегодня на линии 5 фронтальных погрузчиков, 2 автогрейдера, 9 единиц КДМ кабинера дорожных машин, щетка и самосвалы. Кабинат зеленого хозяйства также направил всю имеющуюся технику на расчистку городских территорий, приоритеты пешеходные и подъездные пути к социально важным учреждениям и объектам, жизнеобеспечения и наиболее травмоопасные элементы улично-дорожной сети, тротуарные лестницы и выходы на пешеходные переходы. Сотрудники учреждения, задействованные на снегоуборке, переведены на усиленный режим работы. Задействованы все рабочие единицы техники, которые могут очищать снег на расчистку городских территорий. В первую очередь очищаются подъезды к социально важным объектам, к объектам жизнеобеспечения и наиболее травмоопасные элементы улично-дорожной сети – это тротуарные лестницы и выходы на пешеходные переходы. По окончанию первичной снегоочистки будет производиться дозачистка и вывоз сформированного снега. В местах недоступных механизированной обработки задействованы специалисты ручного труда. Сегодня на решение этих задач направлено порядка 50 рабочих КЗХ. Во дворах ведется активная работа по очистке сотрудниками управляющих компаний и ДСЖ. Кроме того, управляющие компании ведут уборку во дворах. В первую очередь работники занимаются расчисткой крылец. В центре управления регионом Магданской области обновил чат бота вакцинации. Он находится в менеджере Telegram. Чтобы запустить работу бота, необходимо в поисковой строке Telegram ввести VAC49BOT и нажать «Старт». В сервисе можно ознакомиться с постановлением правительства региона, которым с 30 октября введены новые ограничительные меры. Виртуальный помощник расскажет, как можно подтвердить свой антиковидный статус, как получить сертификат, сроки действия QR-кода, а также куда обращаться, если документ не пришел в личный кабинет на портале госуслуг. В меню бота также размещена информация о видах вакцин, их особенностях и противопоказаниях. С помощью бота можно узнать, как записаться на иммунизацию от COVID-19 или найти ближайший к дому пункт вакцинации. Он разработан совместно с региональным Минздравом. И, как утверждают разработчики, данный чат-бот о вакцинации – это источник проверенной информации, которому можно доверять. На прошлой неделе в Магадане завершился городской турнир по мини-футболу «Кожаный мяч». В нем приняло участие 43 команды, 5 из которых представляли городские округа Магаданской области. На протяжении 27 игровых дней было проведено более 200 встреч, в котором приняло 398 юных спортсменов. Поздравить победителей и вручить им награды пришли заместитель мэра города Юрий Казетов, заместитель директора Магаданского филиала компании «Полиметалл» Руслан Юсупов и руководитель горспорт-туркомитета Антон Чуйченко. Сегодня в этом зале проходит награждение победителей 15-го уже городского детского турнира «Моженый мяч». 15-й – это турнир, который проводится совместно с нашим социальным партнером – компанией «Полиметалл». Вот весь месяц, весь в этом спортивном зале погодили баталия, сражения. И кто-то достигал успеха, кому-то еще предстоит тренироваться. Тем не менее, сегодня у нас есть победители, те ребята, которые получат пул и медали. И я думаю, что это будущее нашей страны. Может, кто-то из вас, ребят, мы всех, которые стремились. Мы очень любим футбол, напыдаем за наши спорты, за другие спорты, за других стран, за лигами национальными. Я думаю, что все-таки появятся те звездочки, которых нам сегодня не хватает. Социальным партнером городского турнира все 15 лет является компания «Полиметалл». В своем приветственном слове заместитель директора по социальной политике и внешним коммуникациям магаданского филиала компании «Полиметалл» Руслан Юсупов поздравил участников с завершением состязаний и пожелал им новых спортивных побед и высот. Мы как социальный партнер этого спортивного, не боясь сказать, серьезного мероприятия, юбилейного в этом году, традиционный партнер. Для нас важно то, что подобные истории объединяют детей именно в крепости духа и в дальнейшем воспитывают в них ту драйвовую историю, которую не хватает таким молодым ребятам, таким мальчишкам, порой, которые оторваны сейчас от улицы, занимаются спортом. Для нас самое главное, как для компании социального партнера, это то, что удалось все-таки пройти этот тяжелый путь каждому из них. И каждый из них все-таки построил для себя и получил от этого мероприятия, несомненно, какой-то урок. Победителем городского турнира по мини-футболу «Кожаный мяч» стали. В младшей возрастной группе, 11 лет и младше, третье место заняла дворовая команда «Мечта», второе место команда «Гимназия номер 30» и первое место заняла команда «Олимпия». В возрастной группе, 12-13 лет, третье место заняла команда «СОЖ» номер 18, второе место команда «Гимназии номер 24» и первое место взяла команда «Гимназии номер 30». В возрастной категории, 14-15 лет, третье место у команды «Школы номер 18», второе место в средней группе заняла команда «Гимназии номер 24» и первое место заняла команда «Гимназия номер 30». Возрастной старшей группе 16-17 лет третье место присуждено команде гимназии номер 30, второе место взяла гимназия номер 24 и первое место Ольская команда «Рыбак». Все призеры турнира награждены кубками и дипломами. Игрокам вручены грамоты и медали. От компании «Полиметалл» спортивная экипировка. Также социальный партнер турнира отметили денежными сертификатами самые активные учреждения, принявшие участие в турнире. Кроме того, «Полиметалл» учредил спецпризы в следующих номинациях. Лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий, лучший игрок. Лучшие определены в каждой возрастной категории. На этой неделе завершится всероссийская перепись населения. Осталось совсем немного времени, чтобы в ней поучаствовать. Это можно сделать дома, дождавшись переписчика, на переписных участках или на портале госуслуг. Для чего нужна перепись населения и нужно ли принимать в ней участие? Редакция «Вечернего Магадана» провела опрос у жителей Магадана. Скажите, а как вы относитесь к переписи населения? А вы знаете, что ко мне никто еще пока не приходил. А сами считаете, это положительное? Понятия не имею, ребята. Не знаю. Придут, значит, все скажу им. Но они никто не приходили. Хотя я живу одна, я бы с удовольствием с ними поговорила. Ну, думаю, что надо, наверное, переписать после ковида. Все-таки полезно. Полезно. Обязательно надо, потому что люди мрут, коронавирус. Обязательно. А почему? Чтобы знать все точные факты нашего населения, сколько нас проживает. Это очень, ну, это нужное дело. Неправильно. Скорее всего, надо. А зачем? Ну, чтобы узнать, сколько человек в стране. Ну, да, в стране. Ну, наверное, я считаю, надо. А почему? Ну, просто должны жители, наверное, знать, сколько у нас людей живут в нашем поселке или городе. Мы должны знать, сколько нас. Конечно, обязательно. А зачем? Чтобы мы знали, сколько населения в нашей стране. Ну, не знаю. Просто нужна, да? Да. Ну, я считаю, что надо. А зачем? Ну, не знаю, статистику, наверное, наше государство ведет. Сколько у нас пожилых, сколько детей, сколько... Ну, в общем-то, я как бы не против. Ко мне вот девочка приходила, вообще, пять минут, это заняло времени, и все нормально. На самом деле, чтобы знать численность населения в нашем городе, и понимать, сколько жителей города Магдана, может, уехали, или, наоборот, наполняемость нашего города. Нужна, нужна, конечно. А почему вы так думаете? Ну, учет, чтобы был, потому что давно не переписывали. Обязательно надо, я уже пересписался, и сын бы занимается переписи. Ходит так, чтобы... А для какой цели? Для какой цели? Как, чтобы планировать нашу жизнь на будущее? Думаю, что это необходимая мера, потому что благодаря данному нововведению мы сможем узнать точное количество проживающих на нашей территории и граждан.